МХАТ Из тех зрителей, кто сейчас сидит у телевизора, лишь немногие видели Татьяну Доронину в спектаклях МХАТ имени Горького, которым она руководит уже 20 лет. Мало кто знает, что и актриса, и сам театр еще работают, так как полагают, что время Дорониной ушло. Может быть, но давайте быть точными. Ушло не время Дорониной, а время нашей юности. То старое время, время забытых сегодня советских идеалов и ценностей, которые, впрочем, для некоторых, в том числе и для Татьяны Васильевны, остаются ценностями вечными. И нужно иметь колоссальные силы, чтобы в огромном, уже совершенно другом городе сохранять заповедник ушедшей эпохи. А силы эти Татьяна Доронина всегда черпала в любви к театру, к театру с большой буквы. Вы любите театр? Я хочу спросить, вы любите театр, как люблю его я? То есть, всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем уступлением, я выходила и самоотверженно читала, и первый раз поняла, что самое ценное – это тишина, когда тебя слушали. Вот эта пронзительная тишина. И потом анализировала, почему вот так они затихли, и на каком месте стиха того или другого. Это было и что мне в этом удалось. И тогда я стала понимать, что работать надо нутром. И это самое интересное в нашей профессии. И вот эта работа нутром и воздействие на зал лучшим в тебе, что есть. В твоей оценке, твоем акценте того или другого, той или другой стихотворной строчки. Вот это стало для меня самым интересным и самым дорогим. Актерская профессия – это единственная форма была для меня воздействия на других, вот этим лучшим, что есть в тебе. Вступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете. Я вас очень прошу, послушайте еще раз мою сестру. Порядно, интересно, из-за этого умница. С такой наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. Мы не предполагали, что вы умеете произносить столь нежные слова. Как мы видим, Татьяна Доронина может быть разной, но кино все время эксплуатировало один и тот же ее образ – яркой, сексуальной, но при этом абсолютно советской женщиной. Она была одной из самых знаменитых и любимых киноактрис, но вот уже более 20 лет кино не снимается. Почему? Мне неинтересно. Просто неинтересно. Потом, все, что касается популярности у зрителя, вы даже не представляете, как это тяжело. Может, кто-то это любит, кому-то это нравится. Мне это никогда не нравилось и не доставляло никакой радости. Я не могла гордиться, что у тебя все время звонит телефон, что все время звонят в дверь девочки с букетами. И невозможно выйти на улицу, потому что на улице стоит группа тех же девочек или мальчиков, которые провожают тебя либо до машины, либо до театра, либо куда ты идешь. Это то, что называют популярностью. Это неинтересно. Психология поклонников проста. Глядя на кинозвезду, женщины хотят быть ею, а мужчины с нею. Если учесть, что 90% начальников у нас всегда принадлежали к сильному полу, то совершенно понятно их желание, чтобы и в нашем советском кинематографе блистала кинодива, вожделенная трудящимися в той же степени, как американка Мерилин Монро или шведская звезда итальянского кино Анита Экберг. А ведь Татьяна Доронина и упомянутые красотки действительно представляли один и тот же кинотипаж, правда, с поправкой на общественный строй. Впрочем, сама она с этим совершенно не согласна. Боже упаси, Господь с вами. Я все-таки готовила себя в актрисы и, как говорят, стала актрисой. А ни в коем случае не кинодивой. Они прелестные, они красавицы, они очаровательные. На них, как правило, работают. С огромной индустрией работает кинематографическая. Парадокс в том, что весьма чувственной Дорониной всегда приходилось наступать на горло собственной песне, потому что киноактрису зритель обычно оценивал с точки зрения сексуальности, а духовная составляющая всегда уходила на второй план. Причем здесь ноги, извините? Разве ноги важнее всего человека? Как тебя зовут? Золушка, ваше личное существо. Ноги намного важнее целого человека. Но все, что касается профессии, я знаю, что работать в кино, это по сравнению с тем, как выходить на сцену и брать зрительный зал, и держать его в течение трех или трех с половиной, или двух часов, это очень большая разница. Потому что сделать из очаровательной женщины звезду – это можно, но сделать актрису – это невозможно. Видите? Опять любовь к театру. Но и она для Дорониной не всегда была взаимной. После блестящего окончания школы-студии МХАТ самую яркую выпускницу курса, которую с удовольствием брали к себе столичные театры, в приказном порядке отправляют в провинцию. Между прочим, и сегодня официальная биография Дорониной говорит, что она уехала в Волгоград добровольно, как декабристка, бросив все и ринувшись за любимым тогда мужем, Олегом Басилашвили. Почему я такой дошел? Не знаю. Кому-то очень, так сказать, выгодно лагать. Вы знаете, она такая сумасшедшая, она не захотела поехать в любимый Ленинград и работать в Александринку. Вы знаете, вот она такая вздорная такая, она говорит, только в Волгоград, только. И вот сама поехала. Да нет. Отправили и готовили эту отправку подальше от Москвы и подальше от МХАТа. Замечательно подготовили комсомольское собрание. Вообще история была грязненькая. Перед дипломными спектаклями в школе-студии Татьяну Доронину отпустили сниматься в ее первом фильме к классику советского кино Михаилу Калатозову. А потом от съемочной группы пришло письмо о неподобающем поведении молодой актрисы на съемках. Весь ее грех был в том, что к заранее определенной дате она просто хотела уехать, чтобы играть любимую роль в дипломном спектакле. Через много лет выяснилось, что это письмо организовали две актрисы, которые боялись за свои роли в том театре, куда должны были распределить Доронину. Дальше точно было понятно, что меня не возьмут в Московский художественный театр. Я была послана, насильно была послана в Сталинград. Я сейчас благословляю небо, что я не попала тогда в Амхат. И я миновала бы Товстоногова, миновала бы замечательную мою школу подлинную. Да, через несколько лет работы в Волгограде, который тогда еще был Сталинградом, Доронину пригласили в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург, к великому Георгию Товстоногову. Именно там взошла ее звезда. Именно там были сыграны первые настоящие роли, после которых Доронину все театралы стали называть актрисой с большой буквы. Впрочем, через несколько лет она принимает решение покинуть БДТ. Причину столь решительного поступка Татьяна Васильевна не называет. Понятно только, что это было связано с изменениями в личной жизни. До свидания. До свидания. Это не имеет никакого отношения совершенно к тому, к той безграничной любви, к БДТ вообще, к уважению и поклонению Георгию Александровичу Товстоногову, и к моим товарищам замечательным. Мне посчастливилось работать рядом с гениальными актерами. Павлом Успекаевым, Евгением Лебедевым, Владиславом Стрижельщиком, Ефимом Капеллианом. Это было связано с моими, извините, дамскими чувствами. Когда я предала просто напросто театр во имя вот этих замечательных дамских своих чувств, Сожаление, с которым я прошла все последующие годы, оно до сих пор во мне. В общем, брак с Олегом Басилашвили распался. Я была готова к любви, я была готова отдать ему свою любовь, но он меня не любил. И дальше начинается ее самообразование. Короче говоря, дамские чувства повлекли Татьяну Доронину в Москву, к влюбленному драматургу Эдуарду Радзинскому, писавшему свои пьесы специально для нее. Вот, кстати, еще одна аналогия с Мерлин Монро, вышедшей замуж за Артура Миллера. Но переехать в Москву в те времена было крайне сложно, и тогда одна историческая женщина поняла другую и протянула ей руку помощи. Я была в Фурцевой переведена из БДТ в Амхат приказом министерства. Причем она настаивала на этом в течение двух лет. По поводу моего перехода. Не подписала этот приказ. Увы, первое пришествие Дорониной в Амхат было недолгим. Дело в том, что атмосфера в главном театре страны и в то время была не самой лучшей. Если ты осмелится хоть еще один раз бросить взгляд на мою будущую жену, то и уснешь без всяких снов. Навеки, понял? В театре было три группы, три разделения. Одна группа Кедрова, вторая Станицына, третья Бориса Николаевича Ливанова, безгранично одаренного, очень яркого и очень любимого мною актера. Это приводило к тому, что такое единоборство этих групп было чрезвычайно активное и очень многое определяло. Скажите, пожалуйста. Сами по себе все трое заслуживают очень большого уважения. Они все очень одарены и очень разные, очень интересные. Кедров, Станицын и Ливанов. Но те группы актеров, которые числили за тем или за другим, очень способствовали разделению в коллективе. Занимались ерундой очень много и с любовью, и часто. Беги, вызови гость у капитана. Скажи ему, что Сонька просит водки, а не то она пойдет ложиться под поезд. Мне не нравились мои работы там. Просто не нравились. Я не принимала их изнутри. Как я там работаю. Как существую в той или в другой роли. То когда Андрей Александрович предложил мне замечательную роль в «Человеке из Ла-Манчи», фактически первый мюзикл, который пошел в Москве, то я с удовольствием согласилась и с удовольствием перешла туда и с удовольствием там какое-то время работала. Думается, что Андрей Гончаров пригласил Доронину в театр имени Маяковского не только за ее огромный талант. Руководитель театра очень рассчитывал на актерский дуэт Татьяны Дорониной и Александра Лазарева. Следует признать, сильный режиссерский ход. Ведь совсем недавно тот же дуэт блестяще заявил о себе в фильме «Еще раз про любовь», снятый, кстати, по сценарию Эдуарда Родзинского. Меня зовут Наташа. Почему хорошо? Хорошо и все. Дело в том, что меня забыть довольно нелепо. Я появился на свет, когда мама защищала кандидатскую. В то время было плоховато с юмором, короче, меня назвали Электро. Танцунница аккуратно все это делал, что... Очень редко бывает, когда то, что ты хотел что-то сказать, так и остается целиком на экране, без каких-либо режиссерских, либо операторских добавок. Фильм «Еще раз про любовь» режиссера Георгия Натансона был несомненной удачей и заслуженно признан классикой советского кинематографа. Я твердила о морях и кораллах, Я поесть мечтала суп черепашей, Я шагнула на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней Я шагнула на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней Как часто бывает с классикой, фильм сразу же растаскали на цитаты. Не люблю тебя. Я тебя люблю. Ты меня любишь. Да. Я люблю тебя. Более того, по нему уже в наше время был снят ремейк. Я так люблю тебя. А ты... Фильм даже нашумел. Ты любишь меня. Но с точки зрения Татьяны Васильевны, он уже смотрится как пародия. Да. Мне бы не хотелось с вами об этом говорить. Вы знаете, это... Ну, уж настолько примитивно, простите меня. По телевизору идет не только это. Очень много непрофессиональных сегодня работающих. Чудовищное количество непрофессиональных. Очень неинтересно, одинаковое клонирование актрис. Причем и внутренний, и внешний, и внутри пустота, внешний клон какой-то актрисы в лучшем случае. Это сейчас Татьяна Васильевна телевидение вовсе не принимает. А вот в старое время нередко появлялась на наших экранах. Наиболее яркий пример – один из первых наших сериалов Ольга Сергеевна. Классический советский сюжет про женщину-ученого с огромными научными амбициями и неналаженной личной жизнью. Удобно не пить? Ну, конечно. Ужару, сдавали? Я сдавала. Вы так считаете? Да, я так считаю. Ну, поехали. Неудобно. Там были замечательные партнеры, потрясающие совершенно, изумительные Армен Шикарханян. Но здесь, по-моему, вместе с автором режиссер Прошкин сделали очень большую ошибку. Они взяли и из пяти серий, превратили это в восемь. Ну, и в результате, по-моему, получился проигрыш по многим параметрам. Но, несмотря на это, работа на телевидении продолжалась. Любовь советских руководителей к Дорониной выразилась и в том, что всемогущий глава гостей радио Лапин в 80-м году отдал приказ Евгению Гинзбургу, лидеру развлекательного телевидения тех времен, снять бенефис Татьяны Дорониной. Если учесть, что другими героями этой популярнейшей программы были такие актёры, как Лариса Голубкина, Людмила Гурченко, Марис Лиепа, Николай Караченцев, совершенно понятно, что работа с Дорониной, классической актрисой школы переживания, далась нелегко. Да и у самой актрисы впечатление осталось двойственное. Вы знаете, встреча с Гинзбургом не оставила у меня такого незабываемого, что-то тёплого в моей душе, потому что мы люди разного жанра совсем. То есть он очень талантлив в своём жанре, но это не имеет никакого отношения к моей индивидуальности и к тому, что у нас получилось в результате. Может быть. Но именно благодаря этой совершенно забытой сегодня работе зрители узнали, что Доронина может быть совсем разная. Со временем, наверное, приспособимся к вашей музыке и к вашим манерам. Она очень вольна в своём поведении. Это Мария. Мы прибыли сюда, чтобы навести здесь порядок. Это возмутительно. Несчастная девушка. Что тебе больше нравится? Котёл на стол или котлом в твою паршивую голову? Ты что, тоже спятила? Чё ждёшь? Давай, чирикай! Геалистический театр – это основа драматического театра вообще. Существование на сцене всей собою. Она была дурой. О, Ваше Величество! Она была королевой! У меня не хватает слов, чтобы сказать, какой она была. Мне легче сказать, какой она не была. Да здравствует королева Виван! Мне нужно очень хвалить эту сглазину. Браво, браво! Мы любовались. Несколько лет репертуар театра Маяковского строился на Дорониной. Театральная Москва, а когда-то была и такая, бурлила. Но и этот театральный роман оказался недолгим. Мне было очень тяжело выносить очень трудный характер Андрея Александровича Гончарова. Дальше, дальше! Я целовал. Опять пошел с точками. От тебя надо говорить! От тебя и говорю, Андрей Александрович. Вот когда ты от тебя говоришь. Какой смысл столько терпеть-то? И во имя чего? И зачем? Только потому, что он одаренный режиссер. Это, конечно, много. Ну, пускай я буду работать не с таким ярким режиссером, как Андрей Гончаров. Но, во всяком случае, этого какого-то такого внутреннего хаоса и какого-то привычного неуважения. То, что он так свободно общался со всеми. И терпеть это зачем? Я обыкновенная женщина. Нельзя со мной говорить так. Да и в личной жизни у Доронина опять наступили перемены. Теперь рядом с ней был артист Борис Химичев. Я муж, госпожа моя. Это в ваших устах звучит незначительно. Если вы желаете говорить о нем, сэрос, попрошу говорить уважительнее. Тогда давайте поговорим о чем-нибудь другом. Потому что о вашем муже уважительно говорить очень трудно. Мне кажется, вы нарочно пришли оскорблять меня. Оставьте нас! Всем давно известно, что личная жизнь Дорониной закрыта для посторонних. Но как объяснить нашему зрителю, который так любит клубничку, что не стоит переносить отношения драматических персонажей на их исполнителей. Ведь досужиму обсуждению долгое время подвергались даже отношения Татьяны Дорониной с Олегом Ефремовым. Почему ты опоздала? Впрочем, эти отношения достойны того, чтобы на них остановиться подробнее. Ведь 20 лет назад они стали судьбоносными для всей нашей театральной культуры. Именно Ефремов, ставший в 70-е главным режиссером МХАТа, пригласил в этот театр Доронину во второй раз. Ходит где-то самый умный, самый добрый. Легко не предлагать стать манекенщицей. Согласитесь? Для полных женщин по-прежнему рекомендуем строгие формы. В этом году вошла в моду заструченная встречная складка. Я так и не понял. Ну, почему ты опоздала? Я не надо понимать. Черт возьми. Я просто-напросто позвонила ему. Когда я уходила, он сказал, ну, через 6 лет вернешься. Все равно, когда я уходила. Но я вернулась через 11. Ты-то, отвернись, а то я и так собьюсь. Взаимоотношения Доронина и Ефремова, двух великих мастеров ушедшего времени, складывались на съемочной площадке. Сначала в фильме еще раз про любовь, а потом и в «Трех тополях на Плющихе». «Опустело небо весь тебя, ой, как мне несколько часов прожить». Совершенно естественно, что последовавший через несколько лет раскол главного театра страны на мужской и женский МХАТ, как комментировали московские остряки, на телевидении всегда иллюстрировался именно этими лирическими кадрами. Ведь что здесь может предположить обыватель? Конечно же. Доронина и Ефремов разошлись. Вы знаете, это пример для людей, не знающих и достаточно не пытающихся внедриться в саму проблему. Это пример для усредненного идиота современного. Так или иначе, но в знаменитом на весь мир театре, бывшем визитной карточкой державы, артисты которого выезжали за рубеж, несмотря на железный занавес, а в страшные годы культа личности пользовались покровительством вождя, произошел трагический раскол. Здесь никакого раскола не было. Здесь было просто желание Олега Николаевича оставить себе часть труппы, с которой ему казалось интересно и очень перспективно работать. Тут следует вспомнить, что в конце 19 века труппа художественного театра, основанного Станиславским и Немировичем Данченко, состояла из трех десятков артистов. А вот в конце века 20-го в штате Мхата было уже несколько сотен человек. И тогда та часть труппы, которая ему не нужна, каким образом ее можно уволить, а по закону никак нельзя уволить. Никак. И тогда было придумано им и окружающим его драматургами и критиками такой ход. Это вы просто возьмите тех, которые вам нужны, которые вам нравятся, а те пускаются и остаются в филиале на улице Москвина. Для меня никогда не был художественный театр чем-то, вы понимаете, просто работой, обожествлением, так сказать, вывески. Нет. Это явление, опять же, я говорю, очень глубокое, очень серьезное, связано с лучшими, так сказать, с лучшими, с самыми прекрасными традициями русской интеллигенции. Даже непосвященному видно, как мучился Олег Николаевич, принимая свое нелегкое решение. Ведь основоположники учили, что театр – это живой организм. Но 20 лет назад наступило такое время, что режиссер-психолог был вынужден стать хирургом и решиться на ампутацию. Время не бывает неожиданным. Оно подготовлено кем-то. Это ситуация во времени. Это нужно хорошо поработать для того, чтобы уничтожить театр. Потому что с этого уничтожения художественного театра и называла это уничтожением Ангелина Осиповна Степанова. Она сказала, это разделить им хат, это значит уничтожить храм на Красной площади. Но никто к этому не прислушался. Этот храм этот уничтожили. И дальше стали рушиться и другие храмы. Древняя китайская мудрость гласит, «Упаси меня Бог, жить в эпоху перемен». Между прочим, в театральной среде до сих пор нет единодушия по вопросу, который встал перед многими знаменитыми театрами, входящими в новые экономические условия. Недавно ушедшие Михаил Ульянов и Кирилл Лавров, впору свалившегося на них художественного руководства театрами, прямым текстом говорили, что не имеют понятия о том, как поступить с близкими друзьями, просто мешающими работать. А действительно, как быть с заслуженными актерами, которые еще молоды физически, но творчески представляют тяжелый балласт для режиссера, полного амбиций и желания сохранить коллектив в рабочем состоянии? Очевидно, не предполагая последствий, что это будет из этого, Олег Николаевич поставил на общем собрании МХАТа на решение коллектива вопрос о разделении. Коллектив своим большинством, большинством я подчеркиваю, подавляющим большинством, проголосовал против этого разделения. Но конечное решение оказалось не за большинством, а за большими именами. Речь идет быть художеством на театру или художественный театр поставить на него крест, снять чайку и пусть, понимаете, создается театр под руководством Шиновского, Доройной и Гердикой. Мы работаем в этом театре в каких условиях не можем. Как замечено последние годы, мнения народа никак не учитываются вообще. Хотя почему-то сначала предлагается вроде такой демократический ход. Вот как вы хотите, так и будет. Совершенно очевидно, что вся эта история затевалась именно для того, чтобы освободиться от бесполезного Ефремова большинства. Так что на их мнение никто и не хотел опираться. При этом обе стороны утверждали, что именно они следуют мхатовским традициям. Для меня вывеска художественный театр с не той начинкой и содержанием была, так сказать, самым главным, из-за чего современник делался. Из-за чего, на мой взгляд, сейчас и должна происходить реформа. чтобы можно было бы действительно возродить, продолжить, вдохнуть новую жизнь в это, так сказать, это замечательное явление, которое называется художественный театр. Ну вот, как хотел коллектив, так не стало, потому что все равно определил список Олега Николаевича, артистов, которые в Камергерске попадут в это счастливое здание разрушенного старого МХАТа. Когда я спросила на худсовете, а как же те, которые вы не включили в этот список, потому что я-то была включена в этот список Олега Николаевича, который он берет. Значит, я спросила, а как вот те? А он говорит, а мне все равно, куда они денутся, хоть в клуб Каучук. Конечно, это было жестоко, как-то не по-людски. Но, по большому счету, жесток был не Ефремов, а вся система советского театра, которая подразумевала, что выход на пенсию фактически означал для актера откровенно жалкое существование, а в наступавшее время экономических перемен и гиперинфляции реальную нищету. В клуб Каучук должны были направиться очень большие, замечательные махатовские актеры, начиная с Анастасии Георгиевской, Михаила Зимина, Леонида Губанова, Галины Калиновской, Николая Засухина и прочих, Любовь Пушкаревой, замечательные актеры, которые, Николай Пеньков большой список. И почему можно так пренебрежительно сказать, хоть в клуб Каучук, это вне человеческого отношения и вне этики. А книга Станиславского «Работа актера над собой» начинается именно с этой главы. Этика. И если этика не в порядке, значит, все остальное тоже будет не в порядке. Театральные реформаторы готовы были жертвовать благополучием коллег и своим добрым именем ради творчества. А Татьяна Доронина говорила о людях. И до сих пор, хотя прошло уже 20 лет, трудно сказать, за кем была правда. Не исключено, что она осталась где-то в стороне. Дальше, как Господь совершает возмездие, оно и совершилось, это возмездие. Потому что те замечательные актеры, на которых он так рассчитывал, и Смоктуновский, и Калягин, и Васильева, и Евсегнеев, и еще, и еще. Они просто-напросто театр покинули и работали только иногда на договорах. Театру вообще стало исключительно тяжело выживать в новых условиях. Самостоятельное решение хозяйственных проблем, постоянный поиск спонсоров, наконец, общее снижение вкусов и культурного уровня зрительской аудитории. А ведь Дорониной было еще труднее, если учесть, что она сама была фактически единственной звездой своего театра. К тому же набирать актерский состав стало безумно сложно, ведь нынешние мальчики и девочки уже со второго курса мечтают зарабатывать деньги в телесериалах. Я с членами худсовета нашего каждую весну просматриваю выпускников театральных вузов. И по ним я очень многое могу понять и судить. такого никогда не было, чтобы выпускник театральных вузов не интересовался поэзией и на просьбу. А вы не могли бы что-нибудь еще вот к отрывку, что вы нам показали, еще прочесть что-нибудь? Я не называю автора, знаю ситуацию, я говорю, из вашего любимого автора. Меня смотрят с фарфоровыми глазами, говорят, а я не помню. Это выпускник театрального училища. Они литературно никак не обучены. Николай Васильевич Гоголь когда-то сказал, театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Татьяна Доронина и сегодня воспринимает его завет буквально. Отсутствие веры справедливости. Это самая страшная беда и задача театра не утешать их и отвлекать их. Это тоже является и утешать, и отвлекать театр должен их. Но так или иначе давать им веру в их силы, чтобы они не опускали руки, чтобы совершали некоторые усилия для для того, чтобы самим жить и дети их жили иначе. Конечно же, эта позиция и находит отклик у зрителя, который в последние годы стал возвращаться в театр. в этой странной ситуации отстранения искусственного Мыхат имени Горького в небрежении оценок существовала определенная тенденция в течение долгих лет. Последние пять лет это как-то изменилось, слава Богу. И я думаю, что будет меняться далее. Но уничтожать то, что делается сегодня и делать вид так или иначе, что вы знаете, вы как-то так актерски несколько пожухли. Вы знаете, я зал очень хорошо чувствую. Поэтому, когда я пожухну, я выходить на зал не буду. А вот не спешите, Татьяна Васильевна. Ведь нужно еще кое с кем доспорить, правда? К тому же у вас еще очень много дел. Как, по вашему мнению, чем заняты в основном одинокие женщины? Чем они заняты? Ну, чем? Конечно же, они любят. Вы любите театр, как люблю его я, как люблю его я, как люблю... А весной я в несчастье не верю. И капели не боюсь муросящей, а весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. не линяет только солнечный зайчик. солнечный тысячи тарел всеми он ... Продолжение следует...